Дорогие братья и сестры, я приветствую вас с именем Господа нашего Иисуса Христа. Я приветствую вас в имени нашего Иисуса Христа. Так замечательно, когда Господь наполняет нас. Он наполняет нас всем, что есть в Нем. Он наполняет нас всем, что есть в Нем. Любовь, надежда, упование, вера. Любовь, надежда, вера. И Он делает тогда, когда нам особенно этого не достает. И сегодняшнее Слово, оно обращено ко всем. Потому что у всех бывают такие времена, когда нам не хватает веры. Когда нам не хватает надежды. Когда нам кажется, что не за что держаться. И Господь оставил нам ответ на это. И Он показал, как Он действует в такой ситуации, когда для нас она выглядит безвыходной. И Он показывает нам, как Он действует в ситуации, когда Он смотрит на нас безвыходно. Мы знаем, что Господь много совершил. Мы знаем, что Иисус Христос пока ходил по земле, Он совершил очень много. И то, что записано для нас в Писании, записано не все. И каждая ситуация, что записано, несет определенный смысл. И ни одной части Писания, которую Бог поместил бы туда, без смысла. Потому что сам Бог есть смысл. И так, хотелось бы рассмотреть ситуацию. Которая произошла. Она записана в Евангелии от Луки, в 7 главе, с 11 по 18 стих. После всего Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И подойдя, прикоснулся к Одру. Несшие остановились, и Он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объявил страх, и славили Бога, говоря, «Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудеи и по всей окрестности. И возвестили Иоанна, ученики его, о всем том. И Джонс, disciples, told to him about everything that has happened. Итак, мы видим здесь воскрешение молодого человека. Now we see here the resurrection of a young man. И вот в этом, может быть, простом для Иисуса как бы действии, которое не было так велико, как воскрешение Лазаря, который был воскрешен на третий день, which wasn't so great as Лазаря's resurrection, because he was resurrected on the third day. Господь вкладывает очень глубокое значение для нас. The Lord puts very deep meaning for us in this situation. Мы видим, что это был не просто сын женщины. We can see that he was not only the son of a woman. Но мы видим, что это был единственный сын вдовы. But we can see that he was the only son of a widow. В те времена считалось, что мужчина в доме – это жизнь, что это надежда на будущее, потому что именно мужчина как бы содержал дом. At that time it was considered that a man was a hope for future, because he carried out the house. Мужчина в то время был кормильцем, он содержал семью. Man was the main feature in the house. He supported home and fed the people. И если умирал муж, то единственной надеждой оставались сыновья. And if husband dies, the only hope was on sons. То есть те, которые смогут дальше потом содержать дом. Those who can in future carry out the house. Мы видим, в каком положении была эта женщина. Она была вдова, у нее не было мужа. She was a widow, she hasn't got a husband. Единственная надежда ее была в сыне. И как мы видим, надежда была еще очень маленькая, потому что сын был молод, он был всего-навсего юношей. Но и эта последняя надежда у нее была забрана. В этой вдове мы можем увидеть прообраз тех детей Божьих. У которых нет крепкой веры. У которых надежда на Господа уже ослабела. У которых уже не верят. У которых нет крепкой веры. И эта последняя надежда у них тоже была забрана. Мы видим, что вдова вроде бы осталась ничем. Мы можем видеть, что Вида потеряла все. Она потеряла все. Но наверняка у нее был дом, наверняка у нее было хозяйство. Но у нее не было надежды на будущее. Наверное, она имеет дом, она имеет дом, но она не имеет никакой веры. И то же самое у нас. Если у нас много что есть, но и нет надежды на будущее, то все это теряет смысл. И сегодня в народе Божьем есть те, у которых осталось очень мало веры. И надежды на лучшую жизнь. На то, что вдруг что-то произойдет. Что исправит эту ситуацию. Эта надежда еле-еле теплится. И может быть даже совсем умирает. Эта надежда очень, очень слабая и может быть умирает. Сегодня есть в народе Божьем те, которые чувствуют себя, как эта вдова из города Наим. Сегодня, у которой умерла последняя капля надежды. было последняя Божьём, время до Вас. Но хочу обратить Ваше внимание, что именно в этот момент пришёл Господь. Я бы хотела обратить Ваше внимание, что именно в этот момент пришёл Господь. Потому что, как написано о нем, он трости надломлены не переломит. Потому что, как написано о нем, он трости надломлены не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине. Мы видим, как наш Бог реагирует на то, что происходит в этот момент. Мы видим, как наш Бог реагирует на то, что происходит в этот момент. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал, не плачь. Господу больно видеть, что мы в таком убитом состоянии. Он не радуется тому, что происходит с нами в данный момент. Потому что любовь радуется с радующимися и плачет с плачущимися. Потому что любовь, он радуется с радующимися и плачет с плачущимися. Это Божья любовь. Но, как мы знаем, и эта ситуация была допущена Богом. И эти обстоятельства Господь может обратить во благо детям Своим. Как пишет нам апостол в Римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть те, которые верят Богу. Но верующие ли те, в коем только теплится надежда. Но мы можем помнить, что верующие, которые просто умерли надежды. Может быть, они сами себя уже не считают верующими. Но Господь их считает верующими. Вот почему о вере говорится, как о зерне горчичном. Потому что зерно горчичное – одно из самых маленьких зерен. Но в ней заложен великий потенциал. Что из этого маленького зерна вырастает одно из самых больших растений из семейства трав. То есть даже тогда, когда мы себя уже можем не считать верующими, у нас уже не осталось надежды на Бога. Even though that we ourselves don't consider ourselves believers, we haven't got hope on God. Господь называет нас верующими. God calls us believers. Итак, воскресив сыну вдовы, Господь возвращает ей надежду. So, resurrecting the son of widow, he gives back the hope for her. Надежду на будущую жизнь. The hope of future life. Но это не единственное, что Господь сделал этим действием. But it's not the only thing that God did by this action. Он также проявляет свою славу. He glorified his… he manifested his glory. Так что люди начинают свидетельствовать по всей окрестности. When people started to manifest about all surrounding places. Лука 7, 16. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, A great prophet has risen up among us, and that God has visited his people. Luke 7, 16. Страх от того, что Бог живой. The fear that God is alive. Страх от того, что народ живет нечисто, а среди них ходит живой Бог. The fear that people live imperfect, unpure, and alive God is among them. Но когда проявляется слава Божья? But when the glory of God could be manifested? Мы только что увидели, в какой момент была проявлена слава Божья? We just seen what moment the glory of God was manifested. Тогда, когда человек слаб. Then, where the person is weak. Когда человек считает себя сильным, считает способным, считает, что он может все сделать. Тогда Господь стоит в стороне и смотрит. When a man considers himself strong, strong enough to do everything, that God stands aside and watching. Господь в стороне смотрит и наблюдает, что же сделает человек сам своими силами. He is standing and watching what a man could do himself, but his own power. But when a man understands, that he hasn't got enough power, and he started to call God to help, then God started to act and manifested his almightyness. And, как ни странно, мы все хотим, чтобы Господь прославился. All of us would like God to be glorified. Чтобы сошлась сила Божья. That his power come upon us. Чтобы весть об этом разошлась по всей земле. Чтобы Господь покорил всю землю своим ногам. That the whole world will be submitted to his feet. That everybody would know about him. Но при этом нам хочется жить, чтобы у нас было все в порядке. But at the same time we'd like to live comfortably. Мы хотим, чтобы у нас все было под контролем. That everything will be under our control. Чтобы нас удобства не покидали, чтобы нам жить было комфортабельно. That comfort won't leave us, that we will live comfortably. Но слава Божья и человеческий комфорт и удобство несовместимы. But the glory of God and a human's comfort doesn't come together. Бог хочет себя проявить всему этому миру. God would like to manifest himself to the whole world. И он хочет свидетельствовать о себе через свой народ. And he'd like to be manifested through his people. Но чаще всего именно мы. Народ Божий. Являемся преградой. Might be an obstacle. Для того, чтобы сошла слава Божья. On his way to his glory to be manifested. Потому что очень часто, когда возникает такая безвыходная ситуация. Because very often when a difficult situation occurs. Мы не подпускаем Господа к себе. We don't allow God to come closer to us. К сожалению, дети Божьи очень часто пытаются найти альтернативный выход из проблем. Unfortunately, very often God's people try to find out the alternative way of the situation. То есть выход за пределами Бога, если можно так сказать. The way out of God. Finding out of God. Отставляя Бога в сторону. Putting God aside. Думая, вот такая у меня ситуация. Значит, мне нужно поступить так, так и так. Thinking themselves, I've got such and such situation, I can act this in this way. Или же, у меня безвыходная ситуация. Я брошу все, и мне все равно, что произойдет. Or might be, I have very hopeless situation. I will leave everything and step aside. Или же еще хуже. Я выпью, закурю, и может мне станет легче. Or even worse, I will drink, I will smoke, and it might be easier for me. Но единственный выход из безвыходной ситуации, это наш Бог. Потому что у Бога безвыходных ситуаций нет. Потому что у Бога безвыходных ситуаций нет. Мы знаем, как говорит нам Слово Божье, что в жизни детей Божьих не бывает что-то без воли Божьей. И если возникает такая безвыходная ситуация, на наш человеческий взгляд, то нам прежде всего нужно твердо помнить, что Господь допустил это. По какой причине, только Он знает. Но, если человек в такой ситуации ищет лица Божьего, ищет решение в Боге, а не на стороне, тогда Господь открывает и причину, и открывает и решение. Тогда Бог допустил ситуацию, только Он может ее разрешить. Хочу напомнить вам одного человека, который всю свою жизнь прожил в безвыходной ситуации. И он не знал, почему он в такой ситуации. Пока не пришел Иисус. Это был человек, который был рожден слепым. И для чего он был рожден слепым? Для славы Божьей. Для славы Божьей. Иоанн 9, глава 1 по 3 стих. И пройдя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Раби, кто согрешил, он или родители его, что рожден слепым? Now, as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth, and his disciples asked him, saying, Раби, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Для чего сегодня Господь доверяет нам, детям его, быть в безнадежных ситуациях? Why today God allows us, his children, to be in hopeless situations? Even more, I would like to say, not allows us to be, but he trusted us to be. He trusted us to be in hopeless situations. Для того, чтобы проявить свою славу, и потом эту славу разделить с нами. That God's glory should be revealed, and share this glory with us. А как Господь может проявить свою славу? How God could manifest his glory, если не в детях своих? Rather than through his children. А как, если не в ситуации, где человек бессилен? Only the situation where a man is without his powers. Но Бог силен. Вот самые безвыходные ситуации, которые хотел бы перечислить. These are the most hopeless situations, which I'd like to mention. В которых Господь явил свою славу. Where God manifested his glory. Рабство народа израильского в Египте. Slaver of God's people in Egypt. Где у народа израильского не было выхода. Where God's people hasn't got any way out. И чуть позже, погоня армии фараона за народом Божьим. Где с одной стороны море, с другой стороны армия фараона. Where there was army of Pharaoh from one side and the sea from the other side. The stronghold city of Jericho. Безвыходная ситуация. Hopeless situation. И самая безвыходная ситуация для всего человечества. And the most hopeless situation for all humankind. Это рабство греха над человеком. The slavery of sin. Amen. Все эти ситуации безнадежны и безвыходны были. All these situations were hopeless. До того, как Господь их разрешил. Unless God solved them. Он не только разрешил эти проблемы, но Он еще явил свою славу. He didn't only solve this problem, but He manifested His glory. И разделил эту славу с теми, кому доверил пройти эти испытания. И кто, продержавшись до конца, явил славу Отца. And who was strong enough up to the end, manifested the glory of His Father. Точно самое происходит и сегодня. The same has happened today. Господь доверяет своим детям. God trusted His people нести Его славу в этот мир. To carry His glory to this world. Через доверие, когда невозможно доверять. Through the trust, where it is untrustful. Через надежду, в безнадежной ситуации. Through the hope, in the hopeless situation. Через упование на того, кто допустил пройти такие тяжелые испытания. Through the relying on Him, where it was allowed by Him to pass through difficult situations. И хочет помочь пройти через них. And He would like to help us to pass through them. Мы должны научиться допускать Бога к нам. We need to learn to allow God to come closer to us. В такое тяжелое время. In such difficult times. Потому что человеку очень свойственно поступать по-человечески. Because it is very natural to a man to behave like a man. Do not allow to come anybody. Даже самого Бога. Even God Himself. Точно так же могла поступить и вдова. Она могла не подпустить Иисуса к Сыну Своему. She might not allow to come Jesus closer to her than her son. He might be weeping and being sorrows and could oppose God. and then her last hope would be buried. But seeing Jesus coming with a multiple of people He didn't resist. And now we should learn to see Jesus standing before us with a multitude of witnesses. Который не отходит от нас. Который не идет в противоположном направлении. Который не идет в противоположном направлении. Но идет прямо к нам. Но идет прямо к нам. Прямо в направлении к нашей безвыходной ситуации. Straight away towards our hopeless situation. Итак Еврей 10 35-36 Итак не оставляйте упование вашего единственное что у вас остается упование вашего которому предстоит великое воздаяние и награда великая после этого упования. So Hebrew 10 Therefore do not cast away your confidence which has great reward for you have need of endurance so that after you have done the will of God you may receive the promise. терпение нужно вам чтобы исполнив волю Божью получить обещанное. You need patience to fulfill God's will. И самое маленькое что иногда у нас остается держаться за что мы можем держаться это упование. And the very last what we can hold on is confidence or relying on God. Именно в этом уповании заключается наша победа. In this relying on God our victory is победа над тем кто хочет проработить нас обстоятельствами. the victory over those who would like to submit us by the circumstances. Но упование и вера это победа наша. This is our victory. Вера в того кто может победить. Trust or hope for those who can win. Кто может все обратить во благо. Who can turn everything into our good. Верующим и любящим его. For those who love and trust him. даже тогда когда нам кажется что уже веры у нас не осталось. Even where when we can't see that there is no faith at all. When it seems to us that we don't love God at all anymore. Даже тогда когда кажется что уже не за что держаться. When it seems to us there is nothing to hold on. 1 Иоанна 5 глава Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа победившая мир. Вера наша. Кто побеждает мир как не тот кто верит что Иисус есть Сын Божий. 1 John 5 4 5 For whatsoever is born is born of God overcomes the world and this is the victory that has overcome the world our faith. Who is he who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God. А если он Сын Божий значит в его власти решение этой безвыходной ситуации. If he is a son of God so that it is under his authority to solve this situation everything is in his hands. И хочется поблагодарить Господа за то что он видит нас другими that he could see us in a different way. When we consider ourselves non believers he sees us as believers. When we consider ourselves that we don't love him anymore. He sees our love in the depths of our hearts. And he calls us to come back to him. And learn how to behave in hopeless situations. In every such situation to call for his help. Because there is no other way out. Amen. Amen. . Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.